И вот эти люди вокруг, которые меня, да, они же пришли, они учителя пришли ко мне, они учат меня принять такими, какими они есть, и я пытаюсь сделать. Вот, и эта дама, вот она вот теперь мне решит, мне просто надо сесть, видимо, и разобраться, чем она меня цепляет, что есть во мне. Да, вот смотри, здесь просто каждый раз разбираешь эту вот цепочку, знаешь, как по, как сказать, по каждому узелку, то есть есть цепочка и каждый есть звено. Там расписывать, да? Конечно, и ты по этому звено и уйдешь, да, что меня цепануло? Она сказала, ну ты очень хорошо проговариваешь, да, она сказала там, ну не знаю, там дословно, вот ты там, то, все, опять, что мне в этой фразе больше всего меня зацепило, да, рассматриваешь вот это вот звено, да, что тебя цепануло? То, что я сижу без творчества, ну, к примеру, да? Нет, знаете, что цепануло, даже сегодня, я сегодня не взяла отгул, у меня был, и мне вот приятельница, которая вот крейки там пишет, мне я, она, типа, она себе такую фразу сказала, можно было ребенка в лагерь отправить и на работу прийти. А почему я должна приходить на работу, и я заработала у меня отгул? Подожди, подожди, это сейчас ты, а почему, это уже начинается свои какие-то, это так. Ну да, да. Дословно она сказала, какую фразу? Что можно было ребенка в лагерь отправить и на работу прийти, нечего дома сидеть, отдыхать. Так, нечего дома, то есть она это сказала нечего или это подтекст такой? Сейчас я вам скажу. То есть, да, вот даже дословно, не свои вот уже, да, домыслы, как обычно у нас там бывает это. То есть, что она, значит, то, что она сказала, а потом твои домыслы, вот это очень важно, потому что то, что ты домыслила, это уже все твое. Вот это твои вот эти зацепки. Так, что я могла бы проводить ребенка и прийти, что там провожать? Наверное, отдохнуть захотела. То есть, она вот так дословно сказала. Ага. Так, теперь, что ты домыслила по этой ситуации? Дальше твой мыслительный процесс. Меня вот что зацепило, да, скорее всего? Ну, во-первых, это мой отгул, я сама решаю, как мне быть. Так, то есть, так, смотри, стоп. То есть, тебе зацепило, что за тебя кто-то решает? Да. Что мне делать? Что тебе делать? Очень хорошо. Так, вот это первое. Вот пиши. Первый зацепило. Что человек решает, как мне быть за меня? Да. Сейчас вот на примере, да, чтобы на... Конечно, конечно. Чтобы тебе прямо конкретно разобрать, чтобы ты понимала, как разбирать потом. Угу. Так, очень хорошо. Первое, значит, это... Второе, дальше идем по этой цепочке. Следующий твой мыслительный процесс. Так, ну, по этой ситуации все. В общем-то, она, наверное, знаете, это как один из галочек, почему она меня вот как бы немножечко, ну, не знаю, слово раздражает, мне не хочется говорить, но как бы она мне неприятна. Угу. Она тебе неприятна или то, что она говорит неприятно? Она неприятна, что... Сама личность, она неприятна. Вот это разделяю личность от того, что она говорит. А получается, вот от того, что какие она говорит вещи, не только про меня и как она поступает, она для меня неприятная личность. Так, теперь смотри, как интересно происходит. А ты знаешь, если... То есть, Вселенная, она говорит посредством, через людей. Да, да. Значит, Вселенная, что тебе... То есть, получается, что мы перескакиваем через нее, то есть, она является руками Вселенной. Угу. Ну, неприятная к ней, значит, соответственно, это неприятнее Вселенной. Угу. Цепочка такая, да? Мы помним ее. Далее, это как-то вариант, просто для осознания, осмысления. Дальше, мы перескакиваем в нее. То есть, эта Вселенная тебе дает какой-то знак о том, чтобы ты подумала над чем-то. То есть, что тут у тебя еще сидит для того, чтобы понять. Вот сейчас, как бы, перескачай через нее. Угу. И пойми, что же Вселенная хочет тебе сказать? О меня. Да. Что ты должна в себе? Угу. Именно вот, допустим, той же фразе, которую она сказала. То есть, Вселенная тебе что-то через нее очень важно хочет нанести. Это знак. Что мне нужно жить своей жизнью и других людей не касаться, не решать, как им жить. Так, как вариант. Так, это если ты, ты понимаешь, как отзеркаливо, да? Ну, да. То есть, это как зеркало, это один вариант, очень хорошо. Не всегда бывает зеркало. Вот, как зеркало, подумай над этим. Угу. Ну, смысл тот же, подобный. Угу. Бывает, да, что я туда скатываюсь. Ну, я поняла. Я хотя и до этого уже это поняла, что... Ее словами Вселенная, и как бы я это давно понимаю, что как бы моя задача перед самой собой научиться принимать людей любыми. Потому, что это частички Вселенной. Угу. И руки Вселенной. Да, да. И глядя на этих людей, когда меня что-то цепляет, понимать, что они где-то показывают меня, и это в себе изменять, избавляться от этого. Угу. Вот. Ну, конечно, вот, если сравнить, какой я была, допустим, вот до отъезда в Англии, да, я там работала в садике, там, конечно, это вообще, я просто, я просто вот плавала там, вот в этом, вот в социуме, во всех вот этих вот, я все переживала. Сейчас я, конечно, другая, но другая не на 180, не на 360 градусов, потому что голос какие-то остались, я с этим работаю. И, кстати, вот сегодня вот эти вот слова благодарности, да, вот что я вот благодарна всему, кто там послал. Неважно, вот вы под музыку, да, говорили, красивая. Я понимаю, что вот когда я нахожусь дома, когда я нахожусь, вот я очень люблю, у меня тут куча и длиточки сейчас делаешь что-то, и в лес хожу. Я нахожусь вот в этом вот состоянии кайфа, на высоких вибрациях. когда я прихожу на работу меня начинает эти вибрации они начинают понижаться смотри вот твоя задача тогда оставаться ну то есть вообще задача человека твоих том числе оставаться по любому неизменно где бы ты не пришла на любых вода ведь на в этих вибраций как это сделать для того чтобы оставаться на тех вибрациях то есть во первых нужно тебе то есть как это сделать это просто элементарно вычерпывать тут же плюсы из того из той ситуации где ты есть из того места где ты есть для тебя она пока негативные то есть ты там считаешь ну как я это мне показалось и мое субъективное мнение мне кого что тебе там не интересно что тебе там как бы плохо то что ты там тебе зажимают свободу что там я не знаю там находятся те личности которые тебе не очень приятно которые постоянно клюют и там у тебя получается знаешь как ты сама себе сформировала там как бы значит такое вот негативное место она вышла буквально одну неделю один человек вот она она меня она меня достала то есть она а ты а вот если ее там нет там все у тебя все нормально все да она меня она отлично значит там место хорошее один человек который тебя тут же скатывает в этом месте вниз да я позволяю ей вот смотри да ты позволяешь ей это действительно так то есть она не виновата абсолютно она тебе как как сказать шлифовальная машинка своего алмаза она шлифует и тебе не нравится вот смотри как оставаться себе с ней во первых когда ты увидишь первое что ты видишь ты должна увидеть в ней что-то хорошее повернуть ее к себе той грани где у нее что-то хорошее не бывает там полностью человек плохой естественно в ней что-то хорошее то есть ты сразу высматриваешь что в ней хороших плотин знаю хочешь одежду хочешь качество хочешь бровь какая-то не с ресниц какие-то на глаза какие-то интересные ты должна увидеть что то хорошее вычерпывать эти плюсы из нее как личности или как внешне внешности и прочие вещи то есть первое вычерпать плюсы вот и видишь да и вычерпываешь плюсы что-то хорошее в ней выглядываешь вот поворачиваешься той гранью первое увидела что-то да это виду как его ты можешь сейчас вот сейчас мы накидаем какие варианты ты можешь это их использовать менять по-разному второе ты тоже и должна в терапевтический по послать симпатию за то что она просто тот инструмент который послала вселенная для твоей обработки шлифовки как хочется и скажу если посылаешь симпатии благодарность спасибо тебе за то что ты выполняешь такую тяжелую работу для совершенства меня благодарность и симпатию благодарность симпатия любовь и это вот любовь такая высокая духовная этому существу который тебя совершенствует буквальном смысле ты вот посылаешь и вот можешь смотреть можешь не смотреть ты можешь сосредоточить вот как не знаю внутри среда точно посылающие вот это любовь и благодарна спасибо тебе ты являешься тем инструментом для вселенная которая совершенствует меня я благодарна тебе. Действительно, надо быть благодарной. Здесь должно быть очень искренне и действительно как-то сосредоточиться на правильных, на искренних чувствах. Послала ей симпатии, благодарность, посмотрела на нее, вычерпала какие-то симпатичные черты. Ой, а вот действительно она в чем-то... Не знаю, она есть, может быть, она компетентный человек в чем-то. Ну, конечно, не бывает совсем... Ну да, вот вычерпала там какие-то... Ой, а она вот этот специалист здесь, а у нас вот этот специалист, а она вот в этом специалист. Это как бы даже вторым пунктом, наверное, тебе поставить. И дальше в реальности тебе периодически ее начать в реальности благодарить. Да, давай третий пункт тебе. Значит, напиши ей 40 благодарностей за то, что я не знаю, что в голову придет, вводи в какое-то состояние, может быть, транс или просто и начни писать, может, у тебя это благодарно. Ну, первое, за то, что она тебя обучает, да? За то, что вот она там тебе такую фразу сказала, я поняла, благодарю, сказала тебе то-то. Когда-то она сделала тебе что-то хорошее, наверняка, что-то, я не знаю. Ну, она очень хитрая. Блин. Ну, за хитрость, которая тебя выправляет прекрасно. Она очень хитрая, она манипулирует, она знает где что-то. Я-то еще, видите, ее вижу травмированную, ее травмы вижу. Вот. А теперь смотри, как интересно. Вот. Все вот эти вот, которые манипулируют хитрые и травмированные, по сути, они требуют одного. Она не напитана любовью и долгой, благодарностью. Она просто это вот кричит, это такая крик о помощи внутрь, только она сама этого не понимает. Крик о помощи, о том, что помогите мне больно. И вот другим она делает, вот, посмотри. То есть, когда она делает другим больно, это она показывает, рассказывает о своей боли. Она просто говорит, вот, побудь в моей шкуре, как мне плохо, посмотри. И для того, чтобы она неосознанно, эти люди делают неосознанно, вообще не понимают. Они вообще нафтопилосе еще не понимают в большей степени. И таким образом, ты-то как мудрый человек уже понимаешь, что происходит. И ты просто перескакиваешь через вот эту боль, то есть, ну, представь, что это более несчастный человек, да. Конечно, жалеть мы его не будем, из-за того, чтобы не перехватывать все какие-то ее эти ненужные штучки. Но сам смысл то, что это просто пожалеть человека, в том плане, что, ну, она пока еще не дошла до вот этого уровня, и ее вот не нашелся тот человек, который бы ее наполнил любую благодарность. Ну, может быть, ты первая, кто должна это сделать. Сначала вот на телепатическом уровне. То есть, вот этот прород, это то же самое, вот то, что мы делали, это то же самое, можно применить любому человеку. Наполнила, то есть, телепатические благодарности за то, что она тебе делает, за то, что она какой-то вклад, ну, она же как где-то компетентный человек, то есть, она какую-то пользу людям-то приносит. Вот, поблагодарить ее за эту компетентность, за то, что она приносит людям пользу, там, как специалист, как, я не знаю, как человек какой-то. То есть, вычерпать все положительное, что у нее есть. Вот, выписала ей, поблагодарила от себя, от человечества, от Вселенной, то есть от разных вот этих уровней все и после этого потихонечку в реальность ты должна внедрять хотя бы одну благодарность на в три дня как увидела и как ее зовут надежда виктор надежда виктор вы знаете давно хочу вас поблагодарить только за реальность за реальную какую-то вещь которая найти сделала но не знаю давно она это сделала знаете вы все время мне какие-то или какую-то знаешь как вы искренне он всегда даете какие-то подсказки вот даже какую-то вот мне фразу сказки я потом сижу думаю и думаю понимаю что действительно там каким-то образом для меня очень ресурсно не надо себя унижать что вот а а понимаешь а нужно узнать узнать у даете какие-то мне мысли для размышлений размышлений я чувствую что вот я расту не унижаешься ты а здесь это она свою значимость примет правильно то есть она а у я я там это это значит что никто думает ага она будет больше мне оклевать ты это все наоборот когда ты сказала какую-то благодарность это человек смягчается начинает себе наоборот как-то помогать и симпатии то дежурной фразы надо заранее заготавливать выучивать их перед зеркалом представлять что она рядом делать или патически долго то есть это в реальности те язык не поворачивается а потом начинать по чуть-чуть чтобы так не шокировать людей хотя телепатически она получит эту информацию а вот и реально она уже будет как подготовлена просто надо делать дозировано потому что она может быть по своей знаешь как это старым стереотип потом чуть хочет она еще какие-то используют тоже какие-то методы одевание на голову закрывание какие-то в общем где-то вычитывать и пошла щиты что ли ну да да бог с ней пусть она защищается как это от хороших вибраций защищаться если ты начнешь ей благодарить охотиться там раз там не знаю в неделю раз в две недели за тут чаще чем это на какие-то действительно ее вклады в твою жизнь или просто сказать или просто было она сделала что-то в школе там я не знаю там или в детском саду до счет хорошее но не знаю но сделала реально что-то хорошее и обязательно подчеркни это как у вас дуру получилось у какого молодец все две фразы какая как у нас началась какая молодец человек просто реально он требует вот этой заботы понимаешь от других но требует это не экологическим способом вот поэтому нужно напитать его и дать но кто если не ты ты мудрый ты знаешь как это нужно приучаться а именно вот тяжело то самыми такими пройдешь вот этот самый тяжелок тяжелую как сказать да вот это вот и для остальными получаться будет на 7 8 выносим на 1 2 7 8 вот поэтому начиная вот с этого простого как и говорил это самые простые упражнения самые базовые когда научитесь внедритесь будете практиковать в реальности меняется вообще обстоятельства все человек тебе изменится или он очень исчезнет из своей жизни или откроется новую возможность я не знаю там просто тебе какая-то возможность ты уйдешь из этого места а пока вот это не проработается действительно это место будет у тебя ровно столько сколько вот пока я прошла этот урок конечно даже как-то вот сейчас уже я даже не переживаю что я его как-то быстро пройду а то что вот я ему потом вот спросим у меня вообще ощущение что я здесь не хочется жить в этом городе вот я не могу объяснить но это тоже наверное вот потом уже когда это может быть понимаешь это может быть просто ты знаешь где ты должна быть ощущение бывает такой человек не понимает но он понимает что должен быть другом месте эти эти вот это правда мне сейчас пошли мурашки этому маркер у тебя этого откроется ровно тогда когда ты пройдешь вот эти уроки основные с такими вот как надежда как виктором виктором нет здесь не должно сейчас здесь не должно быть у тебя стоять тебе с руки как я хочу быстро него лишь хотеть можно одно и это не ставлю а когда придет время а а время ты это можешь увеличивать или уменьшить сама как просто в реальности чем быстрее ты научишься благодарить человека от души в реальности тем быстрее ты пройдешь вот насколько ты быстрее ты пройдешь урок все зависит от тебя будешь это делать часто и смотреть на реакции что происходит должно быть искренне должно быть как ты знаешь как выискиваете именно как называется моменты правильные выискивать дозированность правильно то есть здесь должна уже знаешь как эксперимента конечно ты как экспериментируешь подходи к этому вопросу как эксперименту эти значит вот формула и ты должна вылить вот эти там 40 благодарна сразу да она не значит не будет вот и все мяско все это в твоем вашем темпе то что не это не известно есть общая какая-то формула вот дальше подстройка ее встраивание в жизнь она индивидуально и у тебя надо просто смотреть так и получился вот так да а че я сделала не так прячет нас представить себя не она отреагировала так весь она отреагировала так ты значит и неправильно подобрала инструмент и не подороги брали его каким-то до или не вовремя или много там да и использовал или мало или прочее в следующий раз как ты изменяешь да и тут хорошо если инструмент представь что он изменяется становится больше меньше мягче тверже и вот ты его каждый раз подстраиваешь с чем сравнить метафору придумаем вот когда вот что-то не получается что ты делаешь это начинаешь его каким-то образом изменять с чем это можно сравнить просто метафору сейчас не могу привести ну вот смотри рисование ты рисуешь не ту кисточку подбрала значит надо или толще или меньше да краски какие-то да да смотрим который подходит который нет конечно да да нет цвета вот сочетание цвета где-то пожиже где-то погуще да листок какой там был не знаю там да на чем ты рисуешь и прочее то есть нюансов куча принципе то же самое из вот когда ты внедряешь новые новые поведения но вряд ли но то что тебе нужно первое это телепатической симпатии благодарность и потом это выставить человеке только плюсы то есть ориентироваться только на плюс и тогда он переворачивается к тебе именно вот эта страна и где у него плюсы если ты в нем видишь только плохой соответственно тебе этой страной поворачивается только только для того чтобы отработала ты с ним я понимаю вот что я и благодарна должна быть я хочу быть его сейчас что она пришла в мою жизнь и она меня этому учит а мы интересно что когда вот до отъезда в англию до уведения детского сада я была жертвой 15 лет 15 лет представляете у меня была такая заведующая которая меня набила каждый день ты кстати вы вычерпал все оттуда плюсы и все ты вынула что было полезно для того я поняла да ну как бы я поняла это много-много лет ну и да я веду сейчас не тогда вот сейчас да ты поработал проработала тот опыт ты его приняла я да да я я просто поняла что она была моим учителем но я была не готова к этому а не было я готова почему но первые времена не пришла на трек у меня же был очень эффективный такой опыт детства когда меня это об этом даже говорить не стоит моей душе надо было пройти эти уроки конечно должно быть должно быть накопиться количество когда количество накапливается человек тогда когда выливается да да уже совсем да вот тогда она переходит в качестве тогда это а качество то что как это уже действие мои когда я начинаю что-то делать это осознание первое менять вот ну да осознание ты оба пришло слушая ведь это для меня а это же оказывается для моей работы это осознание пришло что ты сам являешься притяжением всех своих обстоятельств первое там сайт все человек понял то есть вот это количество пришло в качество а дальше пошла просто уже отработка реакции каждые реакции да и коренье это из прошлого а не и реакции все у нас вот эти старые дальше идет просто на работа новых технологий реагирование не будет и вот это вот второй так он как бы осознание это просто требует количестве многостраданий если вот например когда люди страдают страдать 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 страдает а высшие силы радуются что он начинает вот это наш искание метание почему за что то есть это понимаешь это начинается работа над собой внутренняя работа над собой все пострадал замечательно понял дошел пришла ему информация знания понял что все как говорится как говорит сам пирог испек только не помню что прошлой жизни теперь приходится есть все а вот дальше начинается новый этап когда ты начинаешь печь новые пироги а ты еще их не знаешь как это делать не вроде дают рецепт да но опыта нет и вот тут ты нарабатываешь опыт первый пирог испек так что то не то давай 2 3 5 10 и так далее как у меня очень часто я там умею готовить хорошо это какие-то мои знакомые девчонки там спрашивают это такая вкусная вещь там пряники пекешь на расскажет как вот печь и я рассказываю даю рецепт ангет потом звонят говорит слушать ничего не получилось а вот я говорю нормально игры ты же его первый раз пекла она до 5 раз 10 на одиннадцатый получится она это же продуктов столько времени агре как-то хотел то сейчас первого разу спекла и у меня получился вот то же самое с нашими подходами к реакции пока мы не испекем то 10 которых несъедобные то есть на 11 что-то получится как эдисон придумал лампочку каждый раз когда он в 1000 там 50 раз она у него не получалось он думал так я еще один знаю метод как как сделать так чтобы не получилось лампчика то есть меня расширил на этот метод и в 1000 там какой-то раз его она получилась просто человек был очень сильно упертый и знал чему идет если ты знаешь к чему ты идешь к своей цели то есть совершенствование души которая вот будет выйдет на свое предназначение на свои новые возможности которые предоставят соответственно тебе это не будет останавливать тысячу раз ты подходишь к надежде викторовне или или в какой раз в общем приблизительно вот так самое интересно что у нас еще есть еще одна женщина она физо ведет ей 58 лет и она трудяга вот она трудяга она она все тащит на себе так трех внуков в общем и и на работе она видела без нее просто вот вот ничего не может учиться подать принести а я считаю что я не вот я сделала дело и хорошо что я это читаю а я ее раздражаю на прямо раздражается жуть как что я вот я как она не пашу прямо 24 часа она просто видит реальность мира по-своему да у них картина мира и она пытается помнишь как мой в четвертом на четвертом уроке ты его прослушивала была глубокая проработка рода да где мы про реальность говорили это я уже все у меня уснула я на вторую часть я не могу мне так поздно тогда вот посмотри там про реальность я фейдра 4 часть там про реальность которые у каждого человека своя реальность она считает что только так а не иначе все видят мир своего окна и думают так же да она пытается тебе навязать свою реальность а я ни в какую вот на нее нет и вот это надежда викторовна у них я так как-то более мудрая да я не пытаюсь вот хорошие находить них благодарность я все это пытаюсь использовать и поэтому со мной никак не ругать они друг другом вообще не могут они друг другу ненавидят вот видишь у них вообще в разрез идет и картина вот это да действительно там сглаживаешь все хорошо это тоже задача может быть тебе даже не знаю сейчас меня пришло в голову может я ошибаюсь можете тоже каким-то образом помочь им в том плане что тоже как-то их и свести на сотрудничество кто ее знает знаешь как может и какой-то буфер такой который одно и сказать одно и хорошее про хорошее что вы знаете а вот про вас вот это говорила что вы такой замечательный человек а может это даже где-то покажется ну как бы с одной стороны враньем с другой стороны ты как психолог же это значит как приходит пара женщина они уже дошли к такой степени как кошка собака пить готова конечно а психолог должен их позитивно перевести друг другу и вот это вот как там одна сказала претензию допустим по другому знаете она вас заботится она очень волнуется волнуется что вот у вас там хочет у вас получилось ну и действительно так подсознание душа-то это хочет внешне они выражают немножко так хочет навязать свой котел она хочет чтобы вам легче жилось вот и так далее и так далее и так далее тоже как вариант ну просто подумай над этим я не знаю но там более глубокая проблема она выйдет внучку а эта внучка ходит к воспитателю с которой вот эта надежда викторовна для спиточит и ненавидят ее в общем там очень все так сложно я даже ну может и не над себе туда лезть ни к чему это наблюдать если это каким-то образом тебе показывать что как-то нужно с этим поработать то поработает а и пешком иногда показывают силах мы всегда все эти такие рядом ситуацию это всегда в силах другой вариант что нужно это не нужно это посмотреть по обстоятельствам бывает очень прям жестко прям показывает что нужно то есть если эти и скандалы касаются тебя как-то ты в них они тебе туда затягивают тут по соответственно то есть и это точно знак для того чтобы обратить на это внимание и то есть что-то финансово если они никаким образом к тебе не касаются скандала то как правило это их разборки это просто стороны показывать как наблюдать ну вообще какие бывают вселенной через людей показывает вообще какие бывают отношения как конечно 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 вот по любому взаимодействовать надо из стоить с другой и уважать их картины мира да нормально ночью делать они только видят так вот не иначе приблизить так полиночка скажите мне тогда значит мне вот плюс-минус плюс а критику да ты старайся им всем говорить критика плюс-минус плюс это налаживает отношения по-любому везде и всюду это базовое упражнение дальше идешь значит какие конкретно благодарности прописываешь от 40 до благодарность и любовь на вселенскую духовную как души ты посылаешь с какой-то техники сделать послать и энергию вот этого а вот вы там можете сделать переигровку то есть помню переигрывку в этой ситуации конкретно где-то с ней помирилась последняя то есть вот может быть ту же которая на тебе прислал вот смс или эти что она тебе сказала она мне не прислала это на коллеги сказал а вот коллеги переиграть что на коллеги скажешь наоборот какая молодец и серьезно вот и игру сделала дальше в реальности подготовь несколько фраз благодарственных очень коротких и разных после того как напишешь благодарности перегрузку ты показываешь значит то есть ты в реальности наш благодарить за что-то она что-то сделала можно просто подождать удобный момент что действительно что-то она сделала там не знаю что у них растут далее задание она сделала хорошо и ты и надежда как у вас здесь получилось прям у вас можно поучиться это не очень раз она советую о так это ее значит такое это ахилесово пита постарай все время как вы хорошо сделали как беру с вас пример все короткая фраза и этого не хватает я бы день и ночь бы это говорили а вот смотри а потом сейчас может просто там что-то какой-то вопрос у вас по работе скажет надежда викторна вот подскажите мне пожалуйста как мне поступить в этой ситуации да ты не поверишь какое счастье она испытает в этот момент она даст выдаст и без стук каких-то своих советов их выслушать благодарна спасибо ваша я очень как это я с прислушаюсь к вашим рекомендациям а в этот момент вот старайся будем не будет гореть глаз она будет вдохновляться то что ее слушать ее попросили об этом то обычно она навязывает это попросили вещи и она поверишь вот ты будешь самым симпатичным человеком я постараюсь вот на самом деле реально так и все очень просто все людям просто не хватает вот это вот то что значимости роли которые заметят и которые действительно вот люди попросят и они почувствуют себя востребованными это востребованность одна из важных потребностей актуализация поэтому дай ей эту возможность тебе стоит мудрый человек отрабатывай 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 свои эти как говорится упражнения вот плюс минус плюс и спроси совета проси совет а вот скажу не уже более глубина зачем мне поработать и чтоб не к сентябрю так подготовиться к игре значит я давала все задания это читает да да не знаю я уже аудио скачала да а риксоновский значит обязательно книги аудио да смотри чтобы еще и было как-то почитать потому что очень хорошо там вот вернуться где-то прослушать зрительно хотя у тему что ты аудио может быть так лучше поэтому нет я вижу я я короче двух вариантов так и так далее значит вебинарчик по риксонке хотя мы там это важно будем проходить просто посмотреть вебинарчик а это чтобы вы уже были готовы и значит что я там еще давала такие задания а ну пока и и практиковать просто техники с моим голосом это любые вот медитации медитации покоем че там есть нашим поход на 3-цом я родишь скину мы буду будущее я или как там же не вы заварите образ я я да какой-то другой голос будет я только моя по-моему вторая техника было это я я я я просто там может быть как-то как-то другого я так как напряглась а может не тусилка может чужую ты ты там скинь какую-то слушал то кто знает ладно если образ я будущего то это то это моя она если ложится тебе не надо короче техника то есть мне я ее сделала меня вообще у меня в ноги у меня прямо все это чувствую но мне первое было я же вашего голоса он какой-то другой чего поеду что-то быть это знаешь как сказать техника немножко меняет разные там накладки разные это и бывает такое там сейчас голос уже изменился там спустя год то есть он меняю все равно немножко так меняется ну вот наверное она с возрастом он не с возрастом а со временем здесь да здесь и с возрастом со временем здесь больше того что я много говорю я много говорю немножко садится становится таким более красивый вот ты не поверишь когда я только начинала и слушала себя в записи думал какой ужасный какой жуткий конечно каждый голос воспринимать это а уж видел когда смотри это вообще ужасно а потом привыкаешь нормально суп а потом ты тебя любить начинаешь уже прорабатываешь техники уже все хорошо значит смотри медитации слушаешь да вот обязательно потому что это постоянно расслабление важно это расслабление я вообще я вырубаюсь просто отлично очень хорошо вырубаешься за хорошо спишь замечательно ты сам у нас же вот сейчас 10 в доступе 10 медитации они вот выбери себе там какие самые оптимальные старайся именно мои слушать почему потому что голос это это вообще подсоединение к нашему эгрегору которым мы будем работать потому что чужой это сразу влияние чужих энергий пока для работы потом дальше может себе кого угодно делать чтобы мы поработали хорошо то есть подсоединились к тому эгрегору который меня ведет моим помощником наставником дальше у вас уже будет свое ну вот чтобы это уж все произошло замечательно а другой не воспринимает голос уже свои какие-то эти уже особенность установки сам смысл то что нам пока можно вот выйти вы на этот уровень вот а там конечно мы потихонечку вот там надо будет уже работать так надо будет не силу нить там надо будет работать с девочками отрабатывать начинать мы с самых маленьких техник будем по как бы идти по лестнице сначала мы каждый день был маленькую лестницу то есть малень одну ступень потом 1 2 потом опять первых то есть изучили 1 ступень и 1 прошли вторую ступень а потом прошли 1 2 изучили потом по работе технике 1 2 3 до 4 изучили закреплять 1 2 3 4 и так далее так далее расстает и выходим потом про прогрессию потом вы будете себя водить самым выгрыз и калкушин твой опыт